ребят всем привет хотела показать вам какая у нас зима наступила это буквально вот вчера в воскресенье в субботу еще было даже солнышко все было сухо на снега вообще не было даже в помине не было никакого снега но там разве что только чуть-чуть была припудрена земля асфальт был сухой полностью а вот за субботу ночь и за вчера в воскресенье вообще такой снегопад вчера утром был в первой половине дня очень много снега выпало но и вот видно сколько его осталось вот уже здесь прощищали дорожки потому что вчера мы выходили утром было мало что прочищено и очень сильно так быстро нападал нападал снег что даже не успевали убирать а сейчас вот снег прекратился еще вчера сегодня сейчас по моему минус один все немножко подтаивает ну и сыра очень сыра и очень холодно но как-то так даже обсказала зябка не очень приятно так я купила сегодня елочку все таки решили мы купить елочку живую красивую мы так подумали если будет что-то красивое и такая же красивая как в прошлом году то и в этом году будем покупать и сегодня на той точке где я покупала прошлом году появилась голубая вот такая ель такая же как в прошлом году у нас была только немного побольше и попышней поэтому я ее купила и отложила теперь нужно будет как-то сашу вылавливать чтобы он успел ее либо сегодня вечером забрать либо же завтра рано утром перед работой и будем скоро наряжать елочку потому что уже конечно же пора и на наш праздник день святого николая день святого николая у нас будет елочка на этот волшебный зимний праздник ой вот сколько воробушек здесь так они почему-то не цвиренькают обычно они еще так здесь запевают такие песни в общем вот такая она зима но любом случае это лучше чем тогда у нас вообще ливни были целыми днями шел дождь поэтому сейчас стало намного светлее квартире хоть не надо включать свет в 12 часов дня и стало намного приятней что все-таки зима должна быть со снегом еще мороза только не хватает было вообще шикарно такая у нас зима принципе для люблина это много снега потому что в прошлом году я точно помню что на новый год однозначно на рождество новый год наше рождество не было снега вообще только там может быть по чуть-чуть выпадал а серьезный такой первый снег выпал аж в 13 февраля сто процентов перед днем святого валентина поэтому в декабре снег в люблине это уже классно мы в ноябре были в киеве дома и в киеве уже 14 ноября был очень сильный снегопад и так было красиво мороз потом держался несколько дней была настоящая зима поэтому я наслаждалась снегом потому что не была уверена что в люблине мы скоро его увидим но вот нам повезло в этом году со снегом такая красота елочка мы ее только что установили верхушка конечно же такая большая и тоненькая но это сорт такое поэтому по-другому и быть не может сейчас мы будем быстренько ужинать и будем украшать елочку она еще как раз немножко нагреется и скапает тот снег который насобирался на ней они в польше елочки просто невероятно красивые пышные в киеве но мы никогда не видели таких елок в принципе последние где-то лет 15 у нас всегда была искусственная елочка ну а здесь просто невозможно удержаться такой красоты так что новый год и рождество приближается будем украшать всем доброе утро а вот и наша елочка мы уже нарядили ее еще вчера правда но уже не было силы снимать ничего поэтому решила сегодня с утра поснимать она очень колючая невероятно колючая и пышная очень красивая она даже еле-еле помещается нашу вот эту нишу которая предназначена как будто специально для елочки и очень сильно пахнет ночью пахло очень сильно мне хотелось даже окошко немножко открыть но я думаю что она немножко со временем уже выветрится выветрится игрушек у нас конечно же не достаточно как я вижу даже не игрушек не столько игрушек сколько мне хочется какую-то еще гирлянду и хочу сейчас отправиться в тики макс у нас кстати в скенды открылся тики макс и хочу что-то там еще посмотреть если еще что-то осталось потому что уже просто все разметено пустые полки казалось бы да еще только там до рождества неделя и все уже все уже раскупили поэтому если что-то видишь нужно покупать на новый год все буду собираться потихоньку и выезжать чтобы может быть что-то еще успеть купить и подарки уже вот частично лежат а частично нужно еще запаковать кстати сифора в этом году очень классная я в инстаграм показывала мои подарки которые саша мне выбрал сифора вернее я выбрала саша подарил мне купил но я их еще не распечатала обязательно расскажу поделюсь своими впечатлениями когда буду пользоваться этими средствами все побежала я таки макс я новогоднего ничего не снимала рождественского праздничного потому что там уже ничего не было я смотрела только на подарки либо же что-то новогоднее и вот зашла оффлайн тайгер и у них все вот вот эти все приспособления украшения для нового года рождества все по 6 золотых вот я смотрю вот такие есть украшения на елочку можно повесить в принципе интересно вот такие я смотрю и вот такие еще есть ангелочки милые такие со званочком так вот такие есть еще веточки золотые и красненькие коробочки вот такие есть вот тоже коробочки можно красиво упаковать подарки вот такие гирлянды тоже а это можно вот такие соорудить веночки на стол колокольчики вот снова гирлянды прикольно такое и что выбрать здесь еще я тоже смотрю есть тоже все для украшения квартиры либо подарков зимний вид из окна ресторана икея это у нас только ровно три часа уже практически темно еще в икее как-то меньше света сделали так все приглашено по-домашнему уютно в общем я решила перекусить распробовала в последнее время вот такие маффины из овощей это как овощная запеканка и вот такой новый тортик появился в икее и конечно же кофе капучино что я сегодня вы хотела в принципе ничего особенного как я и предполагала новогодние рождественские подарки какие-то тематические украшения уже практически все распроданы то что оставалось мне не нравится в принципе мне так особо сильно уж ничего не хотелось и не нужно было хотелось но не нужно так скажем правильно поэтому ничего больше покупать не буду купила только Саше подарок и кстати в икее упаковывают бесплатно все купленные подарки ну не в икее а в скенды с любого магазина поэтому я решила воспользоваться такой услугой можно было бы и само запаковать наверное так было бы интересней но не получилось у меня там хотела показать какой красивый олень стоит или это лось у входа в общем вот так там на улице по-моему что-то такое влажное влажное сырое очень начинает все таять хотя минус 3 ну наверное за счет сырости все буду тогда перекусывать и ехать уже домой домой домой